Первый раз меня сюда привели, у меня волосы дыбом встали. Картина, как из фильма ужасов. Ржавые трубы, трещины на потолке, обвалившаяся штукатурка, дыры на стенах. Посреди разрухи девятилетний Данил катается на самокате. Вот в таких условиях я должна жить с тремя маленькими детьми. В это жилье многодетная семья переехала после пожара. В конце июля огонь уничтожил двухэтажный дом. Это вот уже куча машин, потому что потушить не могут. Наталье Быстровой удалось спасти лишь документы. В администрации района ей предложили временное жилье из маневренного фонда. Площадью 105 квадратов, но в плачевном состоянии. По словам женщины, чиновники успокоили. Помогут со стройматериалами. Я подписала, и все, на следующий день мне уже сказали, все. Ты же бумажку подписала, все, свободно. И они по сей день это говорят. Наталья залезла в долги, чтобы обшить хотя бы комнату гипсокартоном. Ламинат подарили соседи. Всего же при пожаре крыши над головой лишились пять семей, три из которых многодетные. Елена неделю прожила в сарае с пятью детьми. Потом на помощь пришла сестра. Располагаемся кто на полу, кто на двухъярусных кроватях. Ночуют то у друга, другой у друга, третий у папы у нас находится. Школа начнется, они сейчас все здесь идут. И где мы тут будем? В двухкомнатном доме теперь уживаются 13 человек. На подходе 14-й. Елена на седьмом месяце беременности. Большая семья за стол не умещается, а ужинают по очереди. В администрации уточнили, сгоревший дом частично в муниципальной собственности. И не все погорельцы были зарегистрированы в своих квартирах. Тем не менее, людям предлагают разные варианты. Например, дома в селах, но те отказываются. Есть в маневренном фонде общежитие. Тоже отказываются. Хотя мы пытались людям объяснить, что это временно, пока не будет решен вопрос о приобретении жилья. Погорельцы уверены, нет ничего более постоянного, чем временное. Заселяться в общежитие они просто боятся. Вот так, например, выглядит жилье для многодетной семьи. Как детей тут купать? Это вообще новорожденного ребенка. Это как тут купать? Вот в таких вот условиях. Погорельцы обратились в прокуратуру. На данный момент два заявления на этапе проверки. Еще по одной семье иск направлен в суд. Администрация указала то жилое помещение, которое они могут разместить, людей. Но оно не соответствует как по квадратным метрам, так и по санитарно-эпидемическим нормам. Поэтому прокуратура и обратилась в суд. Только вот по словам чиновников другого временного жилья в поселке, нет. Пострадавший от огня дом еще предстоит обследовать специалистам. После этого будет принято решение, подлежит ли дом восстановлению.